МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Это тяжелая война. Коснулась она непосредственно и нашей семьи, семьи Ольховских. Участником боевых действий был мой дед Ольховский Степан и отец. Дед мой был призван в первые дни войны. И так получилось, что полностью всю войну он провоевал, служил в подозделении по борьбе с танками. И полностью все пять лет этой войны он принимал участие в боевых действиях. Но, видимо, судьба, потому что, находясь непосредственно в течение пяти лет на передовой, он за все эти пять лет даже ни разу не был ранен. Ну, а, наверное, таким историческим моментом является то, что не каждому это дано. Но вот как раз он лично принимал участие в освобождении своего населенного пункта, или, точнее, брать села, которое расположено в 43-м году. Это было под Харьковом. И принимал участие как раз в освобождении своей непосредственно родины. Вот отец у меня закончил курсы водителей. В 43-м году, после освобождения города Харькова, моему отцу исполнилось 17 лет. И он также был призван в ряды вооруженных сил и принимал участие в ракетном дивизионе. А по-русски говоря, это были Катюши. Остался также жив. Войну закончил Венгрией. Наверное, на таких вот мужиках, которые любили, я подчеркиваю слово, любили свою родину, а если по-украински говорить, это Баткевщина, да, от слова «батька», значит, и выстояла наша армия, сумела победить такого тяжелого врага. Большой поклон всем тем, кто не вернулся с этой войны, кто на самом деле отдал самое дорогое, что есть, это свою жизнь, защищая для своих народов, свое население, ну и самое главное, свое отчизн. Вообще в жизни, в своей сознательной, я деда не помню, потому что он умер в 75-м году, когда мне еще не было и 5 лет. Всю историю о нем я знаю только со слов своей матери. Мой дед Павел Александр Георгиевич, он родился 16 августа 24-го года в селе Большая Иня, Минусинского района, Красноярского края. Он окончил 9 классов школы по тому времени, это было образование, в общем-то, считалось довольно высоким образованием. В 17-летнем возрасте, в феврале 42-го года, его направили в Новосибирск учиться на радиотелеграфиста. А поскольку было военное время, все эти курсы, он там был курсантом, все эти курсы проходили очень быстро. В октябре этого же 42-го года он уже был призван в 17-ю гвардейскую дивизию на должности радиотелеграфиста радиостанции средней мощности, так как они назывались. Поскольку он был все-таки радистом, и его обязанности было передавать информацию, будем так говорить, то радист несколько больше защищен, будем говорить, чем пехотинец или танкист или летчик-истребитель. Тем не менее, он все равно получил уронение в голову в свое время. Из военных эпизодов я слышал только, как тянули провода, как он отстукивал азбуку Морзи, и как принимал участие в параде победы на Красной площади, где бросал флаги фашистской Германии в Павзолеево. Был он награжден медалью победы над Германией. Он прошел в Россию, дошел до Кенигсберга, это Калининград нынешний, а потом войну закончил в Австрии. Одно только то, что дед прошел всю войну и освободительную на российской, на советской территории и на территории стран освобожденных. У меня о нем только хорошее впечатление, гордость за такого человека. Редактор субтитров А.Семкин